Музыка Как только ты касаешься сферы, которая касается денег, где ты можешь как-то повлиять на это, тебе сразу ставят потолок. Советы депутатов решают проблемы, которые находятся на местах вот такие вот, а сверху нам, значит, с берегов спускается каждый раз, сколько соли нам и реагентов сыпать в каждый двор. Но это, извините, это просто безумие и просто тупость. Мы добились того, что нам стали предоставлять проектную документацию, что на комиссии подрядчик приносил комплект исполнительной документации, и все эти акты подписываются исключительно комиссионно. Почему защита прав жителей, избирателей, называется оппозиционной деятельностью? Я считаю это категорически неправильно. Я более радикально выскажусь. То, что делают чиновники, они занимаются вредительством. У нас сегодня встреча, такой крупный стол в редакции журнала «Москвич Магазин», на котором мы встречаемся с муниципальными депутатами разных муниципалитетов города Москвы и разговариваем о их жизни. Вопросы будем задавать Геннадию Стиян, главный редактор «Москвич Магазин», я Алексей Крижевский, я редактор «Москвич Магазин». Для начала, если можно, пожалуйста, представьтесь и расскажите, в каком муниципалитете вы работаете. Я Павел Ярилин, я рядовой депутат в районе аэропорта. Леон Смирнов, совет депутатов Академического района. Якубович Яков, глава муниципального округа Тверской, представитель сайта депутатов Тверского района. Мария Соленова, депутата района Сокол, но одновременно еще заместитель председателя сайта депутатов. Анна Щербаченко, районный аэропорт, муниципальный депутат. Давайте начнем с дам. Дам, расскажите, как вы приняли решение стать муниципальным депутатом, зачем вам вообще это было нужно? Почему и когда вам пришло это в голову? Ну, честно говоря, моя история началась, наверное, с знакомства с Юлией Галяминой. Это было, наверное, 14-й год, мне кажется. Мы случайно познакомились на одном мероприятии, которое мы совместно организовывали еще с одной нашей знакомой. Это было благотворительное мероприятие, в котором Юля принимала участие. У нас просто зашел разговор о том, что вот Юля депутат, и она мне говорит, ну вообще депутат может быть любой. Я говорю, да ладно, не может быть. Она говорит, да нет, ты попробуй. Но я как-то задумалась, и с того момента я начала как-то немножко интересоваться, потихоньку учиться. Вот я кончила, собственно, ее школу местного самоуправления, еще различные школы, тоже политические. Ну, то есть я вот к этому таким образом пришла. Скажите, Юлия Галямина, ну вот у нее есть такое вот восприятие, что она такой местный активист, но она такой оппозиционный активист. У вас был какой-то собственный оппозиционный побудительный мотив? Как бы вам хотелось быть в оппозиции к власти? Как бы идти защищать народные интересы, местные интересы? Ну, собственно, я никогда как-то не поддерживала, ну, как сказать, никогда, но не поддерживала действующую власть каким-то образом. У меня были, как у жителя, свои проблемы, которые я пыталась как-то решать, ну, не очень, честно говоря, получалось. Я занималась немножко правами человека, немножко была связана там с движением Навального, ну, то есть у меня есть такой некий граунд оппозиционный. Леон, а можно вас спросить, а хотели ли вы, условно говоря, заниматься какой-то оппозиционной такой деятельностью? Или вам в силу ряда обстоятельств пришлось этим заниматься? Если можно, вот расскажите о каких-то компаниях, которые у вас были. Мне вот удивительно, как вы вопрос поставили, почему защита прав жителей, избирателей называется оппозиционной деятельностью? Я считаю это как деградически неправильно. Я более радикально выскажусь, то, что делают чиновники, они занимаются вредительством и откровенно ведут вредительскую работу в интересах нашей страны. Поэтому я считаю, что Единая Россия и чиновники – это оппозиционеры, а жители как раз с помощью нас, депутатов, в частности меня, но я не буду свою точку зрения настаивать, чтобы коллеги ее приняли, мы защищаем их права, ведя борьбу с позицией так называемой Единой России. Коллеги, а кто согласен с Левом? Можете как-то, или не согласен, и как-то обоснуйте, пожалуйста. Ну, отчасти я согласен, потому что, ну, я вот сейчас вы задали вопрос про оппозиционность. На самом деле, то, чего мы хотим, это строгое соблюдение этих законов, которые есть. Ну, то есть, я, возвращаясь на шаг назад, моя оппозиционная деятельность началась там с наблюдений на выборах 11-го года, когда у меня вперед ногами два бравого бойца вынеслись с избирательного участка. И все, что я хотел, это выполнение закона, да, вот как должно быть. Вместо этого, значит, получил вот такую штуку и сильно обиделся, и пошел в члены ПРГ, и там воевал вот ровно с тем же. А потом, значит, пошел в участковую избирательную комиссию членом с правом решающего волоса. То есть, те люди, которые выдают бюллетени, считают бюллетени, собственно, от которых зависит процесс внутри избирательной комиссии. Яков, можете вы, пожалуйста, тоже сказать про то, как у вас. Насколько я понимаю, вы были интегрированы как-то в систему «Яблоко», я могу ошибаться? Не совсем так, Рен Сордино. Вы системно занимались политикой и решили пойти? Нет, у меня не было такой системной, вообще не было даже идей заниматься системной политикой на момент, скажем так, ну, наверное, год, предшествующий до муниципальных выборов. Я вот так же, как и Маша, познакомился с пришедшей сюда Юлией Галяминой. Правда, на думских выборах, не на выборах в МГД, а на думских выборах, я здесь небольшую поправку сделаю, на самом деле, Юлию Галямину считали очень многим депутатом действующим. На самом деле, она не была таковой, она дважды баллотировалась сначала в Московскую городскую думу, затем в Государственную думу, занимала там вторые, стабильные вторые места, и самым главной ее задачей была консолидация районных активистов. И организация командной работы. Я рассказываю про себя, на самом деле, упоминая Юлию Галямину, потому что, ну, считаю, без, не должна здесь Юлия скромничать, она мой учитель, и она мне дала такой толчок некий в политику, потому что я не хотел заниматься политикой. Я работал, преимущественно, в последние 10 лет в государственных компаниях, видел всю систему изнутри, понимал, как она выстраивается, какие интересы ставятся во главу угла, какие интересы преследуются, в первую очередь, при принятии ключевых решений, не только в госкомпаниях. Потому что госкомпания – это квинтэссенция общей системы управления государством. Понимая это и понимая, что систему достаточно сложно изменить сверху и даже где-то посередине, единственная возможность изменить систему, и, главное, ключевой фактор, который влияет на эту систему, это возможность, это фундамент, возможность этой системе существовать и кормиться за счет вот той самой почвы, которая есть. А почва – это тот самый народ, ее ценности, его убеждения и его отношение к политике, отношение к тому, что происходит в государстве, отношение к своему соседу, к властям, к тем процессам, которые происходят вокруг него. И понимая все это, наблюдая за всем за этим, политика, наверное, стала одной из возможностей для меня. Я действительно принял очень сложное решение, когда ушел с работы на должность, которая оплачивается в четверо меньше, чем тот доход, который у меня был. Политика для меня стала возможностью, собственно говоря, поменять, снизу поменять, как я уже сказал, изменить почву, удобрить ее, в хорошем смысле удобрить, той, скажем так, питательной раствором, на который должно вылиться демократия и гражданское общество. Какие вам проблемы удалось решить, вот одну-две, можете назвать буквально, за тот год, да, я так понимаю, что у каждого в нынешней каденции примерно год, да, прошел. Какие у вас проблемы вам удалось решить за год или наоборот самый большой фейл, который, так сказать, за который вы брались и который решить не удалось. Ну, знаете, я считаю, что, ну, если брать именно проблемы, которые решаются, это, конечно, первое, это нам удалось установить еще 19 контейнеров раздельного сбора отходов в районе, кроме сейчас их 58 в районе, что, в общем, почти рекорд, можно сказать, соответствует контракту, который был подписан аж в 2013 году, но до сих пор не исполнялся. Ну, что еще удалось сделать? Ну, мы начали хоть как-то со скрипом согласовывать благоустройство в районе, хотя, конечно, сейчас все пытаются этим манкировать, наши исполнительные городские власти, поскольку они сами законы пишут и сами же их не исполняют. В большинстве районов благоустройство идет мимо, так сказать, депутатов не спрашивают. Ну, они, по идее, должны идти с депутатами по 39-му закону 507-му постоянного правительства Москвы. Которые не исполняются? Ну, они исполняются, но практически везде, и вот что нам удается, это пинать. Ну, вот, по крайней мере, мне удалось наших коллег из «Единой России» убедить в том, что это нужно делать. И вообще, я считаю, что самое большое достижение, которое у меня было, это то, что все-таки наша «Единая Россия» начала хоть как-то действовать в интересах избирателей. Это уже большое достижение, я считаю. Я здесь перехвачу слово. На самом деле, я думаю, что достижение большинства советов, потому что тем же самым я могу похвастаться. Это самое большое достижение, что власти и на уровне районном, управа, да, и префектура, окружные власти повернулись лицом к жителям. Ну, нет, они, конечно, не повернулись ничем к лицам, ни к каким жителям. Ну, и приходится немножечко, там, по чуть-чуть, хоть как-то соблюдать полиэтесс хотя бы. В этом случае это произошло? То есть, чтобы, например, они до этого бы сделали неинтересно к местным жителям, а сейчас они делают интересы к местным жителям? Ну, не знаю, например, у нас было обращение Совета депутатов о снижении высотности в микрорайоне, которое бы не прошло, если бы не было оппозиции, и которое, ну, у нас там снизилась все-таки сегодня информация, что дом будет строить не 18, а 14. Не знаю, что тут сыграло роль, обращение ли наше, письма, жители, или это просто там они посчитали, проследились, в смысле гидрологии. Трудно сказать, но, по крайней мере, такое обращение уже они приняли. Ну, и таких, в общем, довольно много мелочей, на которые приходится им обращать внимание теперь, да. Ну, а что не удалось? Ну, я считаю, что очень многое вещи не удается делать, вовно потому, что нет на это никаких полномочий. Хочу добавить. Да, Ливон, я как раз хотел вас спросить, вот Кравченко-16, то, что... Это Ламосовский район? А, это Ламосовский район. Поэтому там местные депутаты лучше скажут. Я вам просто видел вас там в прямом эфире на митинге, я поэтому, собственно говоря, решил, что это ваш район, да. Но это соседний. Да, это соседний район, и мы помогаем друг другу. Важно, что, я думаю, многие со мной согласятся, присутствующие коллеги, это то, что советы депутатов стали более открыты, и работа депутатов стала прозрачней. Если вот предыдущий созыв депутатов лично мне приходил посещать с трудом, то есть нужно было в рабочее время, отпросившись у работодателя, прийти, записаться сначала письменно. Я не знаю, как у вас, коллеги Ливон. На первом заседании мы внесли в регламент изменения, перенесли время начала заседания с 15 часов на 18.30. Приняли это решение на первом самом заседании, 21 сентября. И видеотрансляции в прямом эфире, и записи, доступные на YouTube. Открытость и прозрачность работы депутатов. Это самое главное достижение. Мы отменили регистрацию на заседание, она раньше была, мы отменили ее. Единственное, у нас требование аккредитации СМИ, но это такое, скорее, требование безопасности. Да, я знаю. У меня вопрос к Ане еще по чему тоже. Такой же, может быть, скажите. Что можно сказать, упомянуть в качестве наших достижений? Это, наверное, действительно то, что говорили коллеги, повышение прозрачности работы совета депутатов. Кроме этого, еще и повышение прозрачности работы управы. Потому что это, скорее, не наше достижение, а просто достижение наших избирателей, которые избрали демократический совет. И вслед за этим сама же префектура дала распоряжение управам САО вести обходы, например, по выходным. Они стали вести, у них тут же появился свой аккаунт в Инстаграме, аккаунт в социальных сетях, в Фейсбуке. Они стали публиковать какие-то результаты своей работы. Что, я считаю, что уже достижение само по себе. Что еще нужно сказать в качестве наших достижений? В силу очень маленьких полномочий, конечно, они пока незначительны. И не все еще завершены. Потому что годы-то не такой большой срок. Ушло какое-то время на то, чтобы мы просто узнали, как это все работает. И поняли, что много чего просто не работает. Ну, а фейл, я бы назвала такое, что связанное с благоустройством. Мы хотели сделать в районе новые площадки. Экологические, деревянные, с экологическим покрытием, галькой. И все это, в общем, накрылось медным тазом, благодаря тому, что у нас совершенно нет никаких полномочий. То есть формально мы это все согласуем. Но затем комиссия префектуры, экспертиза префектуры все зарезает по своему усмотрению. Не пропускает наши проекты, не пропускает... И, опять же, жилищник тоже на этапе разыгрывания конкурса тоже очень много портит. Та же галька у нас получилась просто гранитный отсей вместо гальки. Хотя мы приносили сметы районов, которые это сделали. Приносили образцы этой гальки. В общем, результат вот такой вот. Понятно. Спрошу, если можно, у Павла. Вот какой вопрос. Совсем недавно сняли многих глав и прав, в том числе, кажется, главу района аэропорта. Там сняли в Савеловском, в Соколе, еще где-то, еще где-то, еще где-то. И всего, по-моему, 13 этих районов. Мы вас спрашиваем, как муниципальных депутатов, как люди, которые общаются близко именно с исполнительной властью. Что там произошло? Это столько людей проворовалось? Или это какая-то, так сказать, плановая замена войск? Что называется? Расскажите, что там происходит? Какие там интриги? Мне несложно говорить за другие районы. Ну, вот в аэропорте. Потому что мне придется немножко фантазировать. Про аэропорт мы после примерно двух месяцев работы с нашей главой пришли к выводу, что это абсолютно недохлое дело. И активно прилагали усилия к тому, чтобы у нас глава управы сменился. Потому что человек, во-первых, не очень профессионален, как глава управы. Во-вторых, он не очень, как бы это сказать, интерфейсно... Клиентоориентирован. Это ты, знаешь, такие слова употребляешь, которые тут вообще неприменимы. Ну, то есть, когда человек там хамит жителям, когда он врет в глаза, когда он ничего не делает из того, что ты хочешь. Зато он молодец, он присваивает себе хорошие идеи. Ну, то есть, на самом деле, единственное наше достижение, на мой взгляд, в нашем районе, такое реальное, которое можно пощупать, надеюсь, можно будет. Это мы в прошлом году, за два месяца до Нового года, предложили. Давайте поставим у нас в районе горки, большие, деревянные, чтобы люди катались. И взрослые, и дети. Будет классно. Глава управы сразу же подорвался, сказал, о, а давайте я выйду с инициативой, а вы утвердите. Ну, то есть, не через СССР, а через СУР. Давай, фиг с тобой золотая рыбка. Значит, и к Новому году будет счастье. Мы ее разыграли, эту подачу. Перед Новым годом мы как-то попытались понять, о чем у нас там. Ну, в общем, тендер разыгрывался где-то в феврале, по-моему. То есть, Новый год мы пропустили, горки купили, но, значит, как бы до конца снежного сезона мы не успели. Единственное, что нам удалось такого сделать. И по большому счету, если вы будете задавать коллегам вопрос, вряд ли кто-то скажет что-то вот прям серьезно радикальное. Потому что, во-первых, первые полгода ушли на то, чтобы воевать за власть. Что бы с тобой вообще считались? Потому что, ну, для властей это такая экзотическая ситуация немножко. Пришли какие-то чуваки, садятся напротив тебя и говорят, мы хотим, чтобы было вот так. А вы кто такие? Почему я должен вас слушать? Я глава управы, я тут хозяин, я тут король. А вы кто такие вообще? Совершенно непонятные ребята. Причем абсолютно независимо от той идеи, которую ты пытаешься донести. Хорошая идея, плохая. Сначала, когда страшно, когда нас боятся, наши просьбы даются обещания. Потом, когда понимают, что, в общем, можно задвинуть, задвигают. Поэтому всего полгода. Поэтому это не год. Поэтому это небольшие изменения. И как только дело доходит до денег, в смысле, как только ты касаешься сферы, которая касается денег, где ты можешь как-то повлиять, но это тебе сразу ставит потолок. Понятно. Хочу задать тоже вопрос Марии Соленовой и соседнего района Супа. Я бы как раз еще добавила, как положительный момент. Вот Анна уже говорила, что обходы начались. Вот я в том числе довольно-таки много обходов, ну, сама прошла с нашим главой права. Вот из положительных моментов, то, что там жители, которые обращаются, например, на обходах или в соцсетях, да, если раньше люди писали там, вообще не через портал, потом очень долго ждали, то сейчас обращения стали как минимум быстрее рассматриваться. То есть и стало, ну, не сказать, что все вопросы решаются, с которыми жители обращаются, но раз там обращаются на обходе человек, потом еще-еще, но таких попаданий в цель стало больше. Вот это как бы... То есть вы меня его сняли? Ну, видимо, может быть, потому что... А тут у нас САУ вообще нельзя судить. У нас поставили нового префекта. Новый префект, она поставила своих людей. Вот и все проблемы. Тут не надо говорить о каких-то там специально про каждого отдельного человека. Понятно, что вот если коллеги обращались по нему, то скорее они его снимут, чем те, которые не обращались. Мы по-своему не обращались, потому что мы более-менее с ним выстроили хоть какие-то отношения, хотя, конечно, все это тоже на соплях, потому что никаких нормативных документов, которые бы нормально выстраивали отношения с правой, нет. И вообще это все настолько кривая и тупая, и, в общем, безмозглая система управления Москвой, извините за мой французский, потому что, извините, советы депутатов решают проблемы, которые находятся на местах вот такие вот, а сверху нам, значит, Бирюков спускается каждый раз, сколько соли нам и реагентов сыпать в каждый двор. Но это, извините, это просто безумие и просто тупость. Поэтому управлять Москвой надо совершенно по-другому, и мы это совершенно прекрасно понимаем. И все собравшиеся здесь тоже участники вот этого процесса написания новых законодательных актов, которые бы изменили ситуацию с местным управлением в Москве. К достижениям можно отнести то, что у нас, по крайней мере, приемки капитального ремонта стали проходить официально на комиссиях. Раньше это как делалось? Просто звонил подрядчик, депутату, другим членам комиссии. Я к вам подъеду, подпишите акт. Это все проходило, где-то подписывалось на коленки. Эти депутаты, они даже не выезжали на объект, подписывали вот все, что им приносили, они подписывали. Хотя есть совершенно официальная процедура, положение о комиссии, которая требует подписания актов только комиссионно в присутствии обязательных членов комиссии. И мы добились того, что нам стали предоставлять проектную документацию, что на комиссии подрядчик приносил комплект исполнительной документации. И все эти акты подписываются исключительно комиссионно. Они уже даже вопросы не задают. Сразу присылают фоксограмму в совет депутатов. Вот это, я считаю, все-таки достижение. Что можно добавить немножечко, если есть такая возможность, что еще очень отличаются возможности советов в зависимости от того, сколько демократических независимых депутатов в них избрано. У нас есть советы депутатов, где практически весь совет демократический, независимый, а есть советы, где абсолютное меньшинство или вообще нет независимых депутатов. И это, конечно, очень сильно влияет на возможность влияния. Коллеги, то есть там, где большинство единороссов, это все проходит вот ровно так, как говорит Анна. То есть на коленке подписывается чистая форма? Нет, конечно. Дело в том, что разница в полномочиях, которые переданы по 72-му закону города Москвы, который касается капитального ремонта, они переданы конкретному депутату. То есть совет депутатов только принимает решение, кто из депутатов будет подписывать по данному дому акты и кто закрепляется в качестве резервного. Поэтому у каждого независимого депутата есть возможности по организации работать так, как он считает нужным. Вот так, как говорит Анна, это наиболее эффективный метод, естественно, по крайней мере на начальном этапе работа с фондом капитального ремонта. Естественно, у нас в начале мы точно так же, как и все независимые депутаты во всех районах Москвы, требовали беспрекословного исполнения всех как законодательных подзаконных автогорода Москвы, которые касаются строительства и капитального ремонта, так и Российской Федерации. 461-е постановление и так далее по строительному контролю. Со временем, конечно, у нас там часть процессов мы упростили. В частности, вот, например, что нам удалось сделать. Мы добились того, что на приемку обязательно приходил, несмотря на то, что не входил в комиссию, начальник участка, который будет эксплуатировать этот многоквартирный дом. Он обязан был прийти, посмотреть качество вместе с своей бригадой. Если это сантехническое оборудование, то приходят, соответственно, сантехники. Если это электрика, то электрик. И поскольку они заинтересованы, потому что, вот, например, давайте я пример приведу нашего жилищника Тверского района. У нас жилищник Тверского района одновременно выполняет две функции, которые содержат в себе конфликт интересов. Первая функция – это функция эксплуатирующей организации, управляющей компанией, к которой все привыкли. А вторая функция – это выполнение работ по капитальному ремонту. Я знаю, что такая практика уже распространяется по всей Москве. Я считаю, эта практика, с одной стороны, она хороша, потому что, вроде как, жилищник сам что-то делает и сам потом эксплуатирует. А с другой стороны, она плоха, потому что у главы жилищника есть два зама. Один отвечает за эксплуатацию, главный инженер, другой отвечает за капитальный ремонт. Тот, который отвечает за капитальный ремонт, заинтересован в том, чтобы быстрее сдать работу, быстрее получить деньги, быстрее оплатить эти работы, закрыть акты. Другой замруководитель, наоборот, заинтересован в том, чтобы работы проводить качественно, И чтобы приемка работ была не быстрее-быстрее-быстрее, чтобы получить быстрее деньги, а чтобы работы сдаваемые были на достаточно высоком уровне выполнены. И вот когда вопрос возникает, о чем говорит Павел, денег, вот мне приходится принимать решение, что для меня важнее, когда-нибудь, что это через 5 лет, когда меня уже здесь не будет, я говорю про главу жилищника, рванет, или чтобы закрыть свои кассовые разрывы. Что для меня важнее, конечно, закрыть кассовые разрывы. И поэтому, как любой менеджер, он принимает решение закрывать работы другому заму, давая, возможно, как-то негласные или какие-то указания, закрывать работы некачественно проведенные. Это случится, что он сам у себя заказывает? Да, он не сам у себя заказывает. Заказчиком является фонд капитального ремонта в этом случае. Сам у себя принимает. Вот именно. Эта практика, она не очень хорошая. И здесь, конечно, в таких проектах, в таких проектах депутаты должны, ну, когда жилищник является исполнителем по проекту, депутаты должны особенно тщательно включаться в работу, привлекать технических специалистов, выбирать их из числа жителей и привлекать, вовлекать в этот процесс. Но в ситуациях, когда жилищник является как бы принимающей организацией, а тот, кто проводит работу, это какая-то некая фирма, которая нанял фонд капитального ремонта, то здесь уже заинтересованность эксплуатационных служб, она гораздо выше, чем в другой ситуации. Так вот, мы добили, что жилищник... Тем не менее, я бы сказала, что в любом случае нужно депутату внимательно контролировать, потому что, как правило, все равно жилищник принимает... Ну, я уверен, что в тех районах, в которых даже если один независимый депутат возник, ну, возник, был избран, давайте так скажем, в этих районах, конечно, качество капитального ремонта, в зависимости, конечно, от количества таких депутатов выборных, оно значительно выросло. Вот у Гена Устиян, например, является жителем моего района, живет в одном из домов, у них в прошлом году шел капитальный ремонт, в их доме, значит, то, что там у них проживает один из наших депутатов, и так получилось, что, значит, этот дом, там нет у них председателя совета, не было председателя совета дома, и когда проходил ремонт, там такой ад и бардак, простите, был, потому что, ну, подрядчик просто забросил все, забросил, оставил дом, он, все верхние этажи у них текли. В итоге люди просто не выдержали, были еще старый совет депутатов, предыдущий созыв, значит, тоже они не включались в эту работу. Понятно, что тут в большей степени, конечно, жители повлияли, они консолидировались, они собрали, они организовали сбор подписей, они выбрали старших по подъездам, и консолидировались, я не знаю, выбрали ли совет дома, но, по крайней мере, они как-то вот консолидировались, по меньшей мере, на вот такой негативной поездке, но тем не менее это произошло. И в конечном итоге, сейчас у них уже прошел капитальный ремонт, правда, подписали почему-то без меня, еще будут с этим разбираться, акты выполненных работ, скорее всего, задним числом были подписаны акты. В этом году у них шло благоустройство, уже все проходило по более, так сказать, ну такой, законной, ну, по крайней мере, как-то процедурно было. Да, с ними обсуждались, и обсуждался и проект благоустройства уже, и выслушивались их мнения относительно... Там нет никакой процедуры по обсуждению проекта благоустройства? Это у вас нету, это у вас нету, в Центральном административном округе есть эта процедура, она не регламентирована, но она фактически есть. Не, ну, фактически, может, есть, меня нормативные акты интересуют, никаких нормативных фактов нет, нам дальше тоже говорят, надо общество военно-собственников и так далее, это все просто так. Нет, Юля, у вас, у нас, на самом деле, действительно отличаются подходы, которые используются в Центральном административном округе. Нет, подожди, какие у вас, у вас что, постановление какое-то? Нет, у нас нет постановления, у нас по факту есть обсуждение. Факт – это все ерунда, слушай. Сегодня есть факт, завтра нет факт, сменили эффекты. Юля, да, конечно, нужно регламентировать все. Вот это порочная практика, когда все идет на договоренностях. Это не договоренности, это процессы. Поймите одну простую вещь, можно издать самый прекрасный закон, который должен работать и в соответствии с которым все будут все делать. Но жесткость наших законов компенсируется, необязательность их выполнения. Поэтому гораздо важнее результат, я считаю, чем регламенты, нормативные акты и так далее. У нас обсуждается не через общее собрание. Это называется, знаешь как, это называется ручное управление, во-первых. Во-вторых, это называется то, что вы все по договоренностям, а не по закону. Это все прекрасно, но это работает до первого смены. У тебя сменяется у тебя префект и все летит в тартарары. Приходит какой-то самодур и делает все по-другому. Если у тебя есть нормативные акты, то всегда можешь требовать. Я понимаю, что у нас не работает прокуратура, не работает то, не по закону. Но тем не менее, тем не менее, пока если на что есть сослаться, то я на это ссылаюсь. Тогда хоть какое-то есть основание для требования. А когда ты просто так принято, все было принято, все не принято. Можно я немножко уцеплюсь за слова Якова и сказал про консолидацию людей, населения самого. Можно вас спросить? Только не называйте людей с населением. Когда вы перестанете называть людей с населением, тогда они начнут консолидироваться. Нет, я имею в виду самого населения. Вот я и говорю про самого населения. Когда вы перестанете журналисты называть людей с населением, они не станут консолидироваться, если их перестать называть. Они, по крайней мере, не начнут консолидироваться, пока их начнут называть населением. Назвать гражданами надо. Или жительными. Да, я понял. Я здесь просто контекст этого употребил. Собственники, например. Да, хорошо, принимается. Смотрите, вопрос вот в чем на самом деле. У вас за время работы как-то изменилось ощущение от общения с теми людьми, интересы которых вы представляете? Ну, в особенности, наверное, это вопрос тем, кто как бы первую каденцию. У всех первая. У всех первая, да? Конечно. Вот у вас как-то ощущение от ваших избирателей, как-то оно изменилось? Ну, такой вот вопрос на персональные отношения. Ну, сложно как-то вот конкретизировать, что ли. Но я могу сказать несколько таких ощущений, что там, скажем, поначалу там люди приходили, у нас было время приема какое-то, да, и они так вот заходили, а можно? Ну, то есть, как бы они воспринимали нас… А теперь не требуют? Нет, нет. Я хочу сказать, что они воспринимали нас как вот тоже отчасти вот там чиновников. Типа, можно к вам вот-вот, а вот там стучали, еще что-то. А потом мы уже стали говорить, что к нам, в принципе, всегда можно. Вот у нас есть мобильный телефон, как бы нам можно всегда позвонить. Если там мы к каким-то причинам подходим, нам можно перезвонить. И мы, как бы, знаете, мы… Ну, не знаю, там, я и многие мои коллеги, я как-то не отделяю, что вот как-то они какие-то другие люди. Ну, они такие же люди, вот как в подъезде со мной живут такие же люди. То есть, мы как-то не ставим людей на какую-то другую ступень, что мы вот депутаты, а они люди. Ну, то есть, наверное, как-то поначалу и нам было сложно, что вот они нас как-то вот так воспринимают, как-то вот мы какие-то непонятные люди, какие-то депутаты, как-то вот. А сейчас мы общаемся… Ну, наверное, проще мы сейчас общаемся. Как бы проще к нам обращаются, мы пытаемся проще помочь. Самая сложная проблема, понимаете, отказывать людям. Если раньше ты отказывал, потому что, ну, ты говорила, ну, мы сделаем, я сделаю то, что я могу как общественный деятель, да. Теперь я говорю, у меня нет полномочий. Они говорят, а нафиг мы вас тогда выбирали, если у вас нет полномочий. Все упирается в полномочия, потому что, ну, во многом, да, мы могли бы что-нибудь сделать полезное больше, если бы у нас были деньги и полномочия, у нас нет ни денег, ни полномочий, поэтому люди приходят, а мы им объясняем, как устроено наше государство, как устроен 56-й закон и 131-й, и что это все противоречит. И поэтому тяжело, немножко более тяжело отказывать, потому что ты вроде как облачен властью, а власть у тебя вот только вот гулькин нос. Поэтому приходится людей брать в свои союзники больше даже еще, чем раньше, хотя сейчас это, ну, это очень приятный процесс. Вообще самый приятный процесс, который есть в депутатстве, это общение с избирателями. Потому что общение с людьми – это вообще самый приятный процесс, который есть у политика. Политик для того и существует, чтобы общаться с людьми. Вот, поскольку у меня каждое общение вызывает большой радость и энтузиазм, то я всегда максимально стараюсь с людьми общаться, но, к сожалению, не всегда это, знаете, находится времени. Извините, у вас не бывает ощущение, что вы зря тратите время, когда вы объясняете каждому человеку, который к вам приходит, что у вас, например, нет полномочий? Я не каждому объясняю. Нет, я имею в виду не каждому. Каждому у меня иногда есть полномочия на что-то, например, на капремонт. Есть полномочия? Я не объясняю, я делаю. Просто иногда люди я вижу в нашей местной районной группе, когда они говорят по поводу любой трещинки на асфальте, начинают тендить наших депутатов и кричать, и требовать, чтобы это было извинено сегодня. Ну, люди в Фейсбуке, и это они еще не все избиратели. Я просто имею в виду, что мне иногда обидно, мне жалко, что депутаты действительно в среде ночи видят эту запись, и начинают тратить на нее время, вместо того, чтобы тратить на что-то более важное, полезное, действительно важно для этих же людей как раз в виде записи. Но людям кажется в этот момент, что им эта запись важнее всего. Ну, это же вопрос как приоритетов. Ну, если ты будешь обращать внимание на каждого психа, ты просто... Я, конечно, люблю иногда поспорить психами. Не называй избирателей психами. Там среди наших избирателей, которые тем занимаются, о чем сейчас Гена говорит, вполне есть приличные люди. Нет, я не спорю, я адекватная, я говорю про адекватные. Бывают неадекватные люди, на них не надо тратить время. Если люди адекватные, то они понимают твою позицию. Например, Юлия Меньшова. Давайте вот так вот пойдем. Ну, вполне уважаемый человек, дочь великого режиссера, прекрасный ведущий, однажды написала в нашей районной группе, Юлия, прошу меня извините, что я это публичу, но тем не менее написала, вот кто, значит, уже это все обсудили несколько раз, как тоже принял такое идиотское и безумное решение. Значит, достаточно агрессивный был пост о том, чтобы сделать сухую свалку на... Ну, это я так называю, сухую свалку, там были другие какие-то слова использованы, на Меусской площади. Нет, конечно, кстати, подключились к объяснению не органы исполнительной власти, которые приняли на самом деле это решение, а подключились к объяснению депутатов. Там действительно было понятное объяснение, можно долго рассказать почему, но тем не менее, такие действительно бывают часто ситуации. Есть ситуации, когда... Зачем ты за них объясняешь что-то? Я не понимаю, что сами объясняются. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что всегда хочется... Что значит, сами объясняются? Всегда любой человек, избиратель, депутат, неважно кто, должен понимать объективно, должен обладать знаниями для того, чтобы объективно оценить любую ситуацию. Любое решение, которое принимается там, даже если оно принимается не тобой, и у тебя есть свой взгляд на это, и ты считаешь, что этим же взглядом должен обладать твой избиратель, имея достаточной информации объективной, почему бы не поделиться этой информацией с ним? Я согласен с этим решением, он неправы. Я согласен с этим решением. Мы просто не знаем. Ну, если ты согласен, то в чем проблема? Нет, я не согласен с этим решением, не как стратегическим решением, как тактическим, как на текущий момент. Дело в том, что действительно острая нехватка снегоплавильных пунктов, но вы поймите, что если снег будет утилизироваться не на снегоплавильных пунктах, а в полигона, на полигонах Подмосковья, ¬подмосковье и Москва задохнется от выхлопных газов, во-первых, во-вторых, выписать какие-то расходы. Я бы так сказала, знаешь, вот мы часто вот бывает, что депутаты начинают из общения с управой, начинают оправдывать вот этих людей, вот этого свистения, это оправдание, потому что, блин, ну невозможно, Собянин застроил всю Москву, они застроили все, у них нет пустого места, пустыря нет, чтобы плавить этот снег, и потом они делают это на площадях, а мы рассказываем, ну а что нам еще остается делать? Ну на текущем, ну что, сносить все, что настроено? Ну, сносить, вообще говорить, объяснять стратегические ошибки этих властей, за которых приходится принимать идиотские решения, вы еще их оправдываете. Это не оправдание, это объективная картина сегодняшний день, а что еще вы предлагаете делать в текущей ситуации с этим снегом? Ошибки, ошибки, которые допущены предыдущими. Пускай они ее расхлебывают, ты тут при чем? Ты на себя берешь эти ошибки, зачем? Нет, это не так. Это решал вот этот Вася Пупкин, глава управы, который ей ставленник, Сергей Семенович Собянин. Вопрос обращайтесь туда. Мне кажется, гораздо больше проблема это то, что сделали с ливневками по Москве, чем проблема того, что там одна зима, когда было очень много снега, были эти свалки снега. Да, там была ситуация серьезная со снегом, и ресурсов не хватало. Но ливневки, это то, с чем мы сталкиваемся при каждом дожде. Ливневки, я даже говорила, не пострадать, по-моему, нет, от того, что в них не со снега половина, а из города течет огромное количество. Вопрос, видимо, в том, что во многих местах их сделали неправильно или вообще не сделали, или закатали в асфальт. То есть просто зачастую, просто мы видим при каждом ливне потоп. Да, и депутаты не имеют никакого влияния на это. Я сейчас как раз на ближайшее заседание собираюсь написать законодательную инициативу, хотя это такая мелкая инициатива, в 39 законах, чтобы мы согласовывали ливневки. Ну, понятно, что это никто не сделает, потому что им это не нужно расширять наши полномочия. Но, тем не менее, тем не менее, мы всегда можем сказать, вот смотрите, мы пытались, а то, что вот эти люди, а не выбирайте Собянина, а не выбирайте эту Мосгордуму, давайте убирать другую Мосгордуму. Она почти сейчас пустит весь город. А давайте. При этом у нас иногда целый двор и заливает во время каждого дождя, и достаточно сделать какие-то минимальные изменения, там, асфальтового покрытия, да, какие-то отводы воды. Но этого невозможно сделать, потому что есть паспорт, там, двора, паспорт дороги, и ты не можешь на это повлиять. Это нельзя сделать хвост там. Нет, невозможно сделать какой-то жёлоб, там, по краю дороги, дворового. Вы знаете, я вообще поняла такую вещь для себя, буквально в последнее время пыталась с ними как-то договариваться и брать на себя какую-то часть их ответственности. После года работы я поняла, что никакой части даже ответственности исполнительной власти на себя брать нельзя. Пускай они сами за всё это отвечают. Вот за то безобразие, которое они здесь устроили в этом городе. Поэтому вот когда мы говорим, мы объясняем, что там сделал это разумно, не надо этого делать, потому что, извините, это всё, весь этот бред ложится на твой имидж, на тебя, на тебя, как на политика. В подкреплении некоторых тезисов Юлия, нескольких прям, я хочу рассказать о огромной первой победе в нашем районе аэропорт. Вот она прям классическая первая победа. Мы когда сбрались, значит, первая мысль, которая у нас была, ребята, всё должно быть, ну, хоть сколь-нибудь системой. Ну, там, мы все как-то из бизнеса пришли, мы, в общем, образованные люди. Должна быть некая система жизни. Дворы, значит, которые благоустраиваются, на которые вбухиваются, там, десятки миллионов рублей, ну, давайте мы сначала спроектируем, давайте мы как-то изменим наши дворы, давайте мы сначала попытаемся нарисовать какую-то идеалистическую картинку, как это могло бы выглядеть. Сделаем один двор и посмотрим, получится, что люди скажут, как это аукнется. Глядишь на уровне, там, города, люди тоже посмотрят, скажут, а неплохо получилось, давайте повторяем. И мы очень долго бились, так, с уровня префектуры, управы, управы, префектуры бились за то, чтобы управа нам согласовала выделение денег на проектирование трёх дворов. Бились страшно, несколько месяцев и добились. Мы прямо вот взяли и приняли решение, значит, Совет депутатов проголосовывал, и даже Единая Россия проголосовывала за то, чтобы выделить эти деньги, потому что мы как бы договорились с управой. У нас была договорённость. Всё замечательно. Дальше, значит, стали происходить вещи, которые, в общем-то, не должны по логике происходить. Ну, первое, мы, как бы, люди грамотные, мы сели и написали какие-то свои предложения по техническому заданию, потому что основное, собственно, что там будет делаться, написано в техническом задании. Нам дали шаблон, которому вообще никакого описания целевого результата нет. Ну, то есть, под него можно хоть детскую площадку, хоть аэродром, хоть вертолет. Хоть на коленке студентам нарисовать, и всё. Всё, что угодно. Главное, в соответствии, там, санпину и, там, схемы зелёных насаждений. Блин. Мы написали на две страницы замечаний, настаивали, настаивали, настаивали. Даже в решении Совета депутатов специально написали, что техническое задание должно быть представлено Советом депутатов. Никто не представил. В тендер пошла их пустая болванка без наших замечаний. Дальше. Совет депутатов сказал, мы на эти деньги, на эту задачу выделяем миллион девятьсот пятьдесят тысяч. Три двора, там, на двенадцать гектар примерно. Нормальные, на самом деле, деньги. Ниже, чем рыночные, но должны быть нормальные. В тендере сумма другая. Полтора миллиона. На тендер вышло два... Ну, то есть, тем самым они нарушили решение Совета депутатов. Начнём с этого. На тендер вышло две компании. Две компании сделали свои предложения. Предложения отличались на одну копейку. Одну копейку. И вот, и к нам уже приходят люди и говорят, вот мы победители конкурса. Чего вы там хотели? Какие у вас там замечания? Как там с вами помириться, подружиться? Ну, показывайте. Мы походили по дворам. Причём, это ещё не перебью, дополню немножечко. Паша ещё не упомянул, что этот конкурс, несмотря на то, что деньги мы согласовали ещё, дай бог памяти, в июне или в мае, в июне, по-моему, конкурс начали разыгрывать уже в октябре. Это деньги по СЭРу, чтобы все понимали, это деньги, которые на следующий год не переходят. Работы по СЭРу, по программе социально-экономического развития района, они должны быть разыграны и выполнены в текущем году. То есть они начали конкурсы разыгрывать так, что тогда, когда вы поняли, что у нас серьёзные вопросы к техническому заданию, мы уже не могли просто остановить конкурс и разыграть его заново, потому что у нас просто на это времени не хватало. Вы сейчас поделились опытом, даже украли мой вопрос про то, если я сейчас, допустим, ваш друг, я сейчас решил избираться в муниципальном депутате, ну как вы будете мне отговаривать? Спасибо, вы пригласили. Скажите, есть у вас сейчас какие-то проекты, которые у вас сейчас в работе, которые вы решите, обязательно решите в ближайшее время? Ну или будете биться, по крайней мере? У нас, например, идёт дубоустройство парка Дубки, знаменитого, уже на весь мир. Бубоустройство или полное уничтожение? Нет, послушайте. Это как посмотреть. Да, значит, первый проект бубоустройства был очень прекрасный, в духе Собянина, в кавычках, там всё было. В плитке, асфальте, ресторанах и так далее. Парк Гойкова. Парк Дубки – это памятник садового паркового искусства. Понятно, что такого было невозможно. И, в общем, благодаря усилиям как депутатов, так и местных жителей, активистов, нам удалось, газеты наши, нам удалось это всё завернуть. Мы провели общественное слушание, пришло больше ста человек. Значит, разгромили этот проект просто в никуда. Его отправили на переработку. Сейчас нам прислали что-то, ничто, опять почему-то концепцию, а не проект. Хотя, ну, в общем, они врут всё время, понимаете? Вот врут, это так неприятно. Потому что мы рассматривали концепцию, а потом почему-то всякие разные комиссии, департаменты рассматривали проект. А теперь нам опять прислали концепцию. Ну, то есть, ну, они-то рассматривали проект, у меня же есть письма. Ну, то есть, короче говоря, неизвестно, кто чего, где рассматривал и какие у кого были документы на столах. Но в итоге, сейчас мы всё-таки всё ещё продолжаем работать с этим проектом. И я надеюсь, что мы сделаем всё-таки нормальное благоустройство. Сколько вы работаете с ним? Я вас молю, пожалуйста, сделайте это. Это моё любимое место в Москве. Ну, замечательно. У нас, кстати, аналогичная история. У нас быстрее всё прошло. У нас аналогичная история. У нас Петровский парк. Петровский парк, да? Петровский парк, ровно та же самая история. И, в общем, благодаря, наверное, нашим усилиям и попыткам как-то наладить и управу, и проектировщикам, и несколько встреч с проектировщиком, и общественное слушание. Даже не слушание, а общественное обсуждение. Да, обсуждение, да. Чтобы выйти из формальной процедуры, формальных слушаний, и придумать слово обсуждение, которое ни к чему не обязывает. Но в процессе этих процедур нам удалось привести этот проект, ну, хоть в сколь-нибудь адекватное состояние. И нам обещают, что в 2019 году эти работы будут выполняться. Мы, правда, очень боимся, что они будут выполняться нашим любимым жилищникам, потому что жилищники каким-то чудодейственным образом во всей Москве получили право работать с объектами культурного наследия, которыми является там наш, собственно, Петровский парк. И там должен быть свой отдельный порядок, и только специально обученные компании должны этим заниматься. Ну, тут жилищники, которые не могут убрать снег во дворах, которые дырку в асфальте заказчивать. Они прекрасно уберут по аминьке культурному наследие со земли. Не знаю. Они, да, они только высококачественные вещи могут делать, а вот такую сегню, как асфальт, это вот как ниже достоинства, поэтому... Мусульные контейнеры сейчас делают, это же площадки, это просто песня в камне. Они совсем ничего не могут, к сожалению. Яков, про свой какой-то большой проект, за который сейчас бьетесь. У меня есть несколько, несколько проектов. У нас все-таки центральный район, и центральный район такой... Уже сделан? Уже благоустроен? Нет, у нас благоустройство... Я могу сколько угодно рассматривать про благоустройство, Алексей спросил про проекты, скажем так, личные, наверное. У нас есть... Ну, понятно, что... К будущему как-то так. Да, да, да. У нас есть, разумеется, текущая депутатская работа, но каждый из депутатов также принимает на себя, ну, какие-то, скажем так, социальные обязательства по реализации каких-то социальных проектов. Ну, я, вот лично я, сейчас занимаюсь целым рядом проектов в облах социальной сферы. В первую очередь, это вот мы сейчас сконцентрировали внимание на людях с ограниченной возможности здоровья, но в части вот именно ментальных отклонений. Не так давно к нам переехал центр автономно-некоммерческой организации, центр реабилитации. Нет, не Тверская, а 15, это наш Солнечный мир. Он переехал на горло в тупик, куда недалеко. Он занимается в основном лицами с аутистическими расстройствами. И нам, на самом деле, очень повезло, потому что рядом с этим центром есть прекрасная школа 1540, это школа ОРД, прекрасный директор Марина Владимировна Моисеева, которая участвует уже на сегодняшний день в программе «Инклюзивная формула». Очень активно, в отличие от других школ, которые формально, там берут 5-7 человек с ограниченной возможности к себе, в коллектив учащихся, в число учащихся. То есть здесь порядка нескольких десятков человек. То есть вот есть компетенции образования. Есть другие компетенции, у нас несколько некоммерческих организаций, которые занимаются организацией досуга населения по месту жительства. Есть такая одна из функций. Среди них три организации, которые занимаются тоже людьми с ограниченной возможности, в том числе с ментальными отклонениями. Значит, там досуг будет, скорее всего. Там же, возможно, будут рассматриваться вопросы трудоустройства людей с ограниченной возможности. Дальше у нас есть Центр психического здоровья, который будет заниматься вопросами идентификации и постановки на учет таких детей. У нас есть, естественно, какие-то медицинские учреждения, которые также готовы этим заниматься. У нас есть Центр компетенции на наш солнечный мир, организация, которая готова быть методологом и каким-то образом объединять все эти организации в одну единую структуру. Сейчас одной из ключевых задач моих является содействие и реализация этого проекта. Естественно, полномочий таких у депутатов нет, но как глава округа, я думаю, что у меня вполне есть реальная возможность успешно реализовать этот проект. Ну, конечно же, путем каких-то переговоров с органами исполнительной власти, так или иначе, нам приходится этим заниматься, потому что все полномочия у них. Естественно, есть ряд других общегородских проектов. Я являюсь почетным донором России и достаточно давно озаботился проблемой законодательной базы, потому что реальные органы, меры социальной поддержки для доноров, они оказываются не в том виде, в котором должны оказываться. Что у нас есть такая подмена понятия в департаменте здравоохранения, когда меры социальной поддержки донорам выглядят как выплаты донорам за сданную кровь. Это было связано с тем, что в 2011 году принят новый федеральный закон о доросновании крови компонентов, в соответствии с которым все станции по переливанию крови должны переключиться на безвозмездных доноров. А возмездные доноры, они даже не участвуют в программе получения значка «Почетный донор России», который еще за собой ряд ли год. Так вот, из-за этого власти Москвы пошли на подмену понятия, они выплату донорам подменили на вот эти вот меры социальной поддержки. И когда Сергей Семенович Собянин 20 апреля выступил с обращением на каком-то там мероприятии, посвященное донорству его компонентов, сказал, что на 20% повышаются меры социальной поддержки, на самом деле, оказывается, повысили выплаты для доноров, которые не являются по факту безвозмездными. Значит, сейчас мы подготовили с донорами, с инициативной группой ряд предложений по внесению изменений в подзаконные акты. У нас есть право законодательной инициативы, но мы можем также выходить с инициативами по изменению подзаконных актов к органам исполнительной власти, которые касаются именно изменения подзаконных актов в этой части, 57-е постановление знаменитое. Также я сейчас рассматриваю тоже возможность реализации проекта по созданию реестра доноров костного мозга. Это тоже очень важный проект. Пока я занимался вопросами донора с кровью и компонентов, у меня появилось очень много важных знакомств в области тензофузиологии. Я тоже этим сейчас планирую заниматься. Конечно, это не совсем касается, связанно непосредственно с жизнью района, но я просто понимаю другое, что есть 57-е постановление у нас. Это также подзаконный акт, который вообще не работает. Давайте, коллеги, согласимся, что 507-е постановление, мы не постоянно на него ссылаемся, когда говорим, что в рамках СЭРа мы должны получать сметы, согласовывать все это. Но 507-е постановление по факту не исполняется. Значит, соответственно, по 507-м оно должно быть изменено. Это тоже, на самом деле, это тоже элемент расширения полномочий Совета депутатов. То есть, я как бы, ну, один из проектов также, моих, да, наверное, систематизация конкретных полномочий, которых нам не хватает. То есть, не вообще дайте нам все полномочия, мы будем там согласовывать директоров школ, согласовывать главу права и так далее. Короче, все дайте. Нет, почему нет? Это было бы нормально. Значит, это было бы нормально в том случае, если бы ответственность соответствовала тем полномочиям, которые, бюджетным полномочиям, которые первонам есть. Бюджет надо поменять, извини, пожалуйста. Вот давай я тебе просто объясню вот что. Коллеги, прошу прощения. Законопроект, который мы разработали, и Яков участвовал в этом, но как-то вот сейчас, видимо, уже отходит от этой идеи. Нет, я согласен с вашей идеей, просто нужно правильно формулировать. Проект формулируется очень просто. Полномочия идут за деньгами. Это хартия местного самоправления. Поэтому не надо говорить, что нам не хватает вот этих полномочий. Нам не хватает вообще всех полномочий. Потому что нам даже половину бюджета надо отдавать городу Москвы на местный уровень и отдавать все полномочия, связанные с местными проблемами. Потому что сейчас, по факту, в Москве грубо нарушается европейская хартия местного самоправления. И приезжала комиссия сейчас из Совета Европы, которые просто замылили глаза. Они пришли в Мосгордуму и сказали, ой, смотрите, как у нас все хорошо с местным самоправлением. У нас все исполняется, у нас вообще не исполняется хартия. Просто вообще. Когда мы сейчас говорим, дайте нам вот тут чуть-чуть полномочий, там, это вообще противоречит хартии. Потому что в хартии все полномочия полные, полные. И они идут за бюджетом. То есть во всей Европе это устроено таким образом, каким не устроено у нас, правильно? Нет, смотрите, в европейской хартии, чем хороша, можно латифицировать не все ее положения. Все государства по-разному относятся, да, в разные государства по-разному латифицировали эту хартию. Россия, всего две страны, которые латифицировали эту хартию полностью, от начала и до конца. Это Россия и Украина. Ни там, ни тут, ничего не исполняется. Поэтому, чтобы ничего не соблюдать. А зачем нам соблюдать? Понимаешь, мы как 507 положение, так институцию, так и хартию не исполняем. И декорацию, всеобщую декорацию прав человека мы тоже не исполняем. Поэтому, если уж требовать по-настоящему, то требовать не то, чтобы мы и назначали управа, а чтобы вообще такого понятия управа не было. То есть пускай управа занимается, пускай город захочет делать, что хочет, да. А районы будут управлять советы? Ну, должны советы управлять муниципалитетами. То, что говорит Юля, в долгосрочной перспективе, конечно, я думаю, что все мы здесь будем поддерживать. Вот то, что говорит Юля. Но мы говорим сейчас о проектах текущих. Я говорю о текущих проектах, я говорю о том, что бороться можно на долгосрочную перспективу, действительно, за полную передачу полномочий на местных уровень, за исключением тех вопросов, которые, конечно, касаются общего городского хозяйства. Транспортная система, элементы городостроительной политики, экологической политики и тому подобное. В долгосрочной перспективе я полностью согласен. Но по чуть-чуть откусывать пирог, я считаю... Коллеги, я прошу прощения, просто остается всего несколько минут, и я хочу еще успеть спросить Марию и Анну. Если можно, коротко, да, про какие-то текущие проекты на будущее. Мои проекты, они отчасти коррелируют с тем, что я как сказал, потому что я думаю, с социальным проектом, у меня было несколько благотворительных сборов. Сейчас вот у меня есть несколько проектов, связанных с правозащитным образованием. И хотя это тоже не совсем вообще коррелирует, наверное, с депутатской деятельностью, но есть такая идея сделать интересные курсы правозащитного образования для детей и старших школьников. Как бы я как раз работаю сейчас над теми курсами. Один курс будет в виде таких мультиков на правозащитную тему, чтобы было интересно детям. Там, возможно, с какими-то презентациями. И, собственно, возможно, есть возможность воспользоваться служебным положением, попробовать это среди, скажем, каких-то школьников или молодых людей в нашем районе. Также у меня еще есть несколько контактов как раз с НКО, который тоже занимается реабилитацией детей. И вот я уже, в принципе, провела предварительный приговор о том, чтобы у нас есть... В каждом районе есть... Мне кажется, в каждом районе, может, меня попросят, есть такие помещения, которые как бы разыгрываются по конкурсу среди некоммерческих организаций. Ну, в Тверском, в целом, 20, например. Ну, вот у нас тоже есть такие помещения, вот, собственно... В Савиловском тоже нет, к сожалению. Вот есть такая идея как раз заняться тем, чтобы, вот, скажем, одна, там, несколько некоммерческих организаций пришли в наш район в одно из таких помещений и занялись как раз тоже реабилитационными мероприятиями, если возникнуть беззаграничными возможностями. Вот я сейчас активно... Отлично. Давайте вместе двигать, потому что здесь важно... Знаете, вот слушала Якова, и первый вопрос, который у меня возникал в голове, неужели в Тверском нет капитального ремонта? Потому что у нас в аэропорту в этом году, ну, на трехлетку, 18-20 год, 100 домов заходят в капремонт. Я хочу сказать, что это занимает столько времени муниципальных депутатов, что практически не остается времени и возможности о чем-то другом думать. Но тем не менее, тем не менее, мы с коллегами-демократами из нашего района уже написали не одно обращение и даже в августе собирали подписи под петициями за озеленение Ленинградки. Если вы знаете все, Ленинградка, там, 80-е годы, это была зеленая магистраль, такая же примерно, как Кутузовский проспект остался еще. Вот, и мы очень хотим вернуть хоть в каком-то виде озеленение Ленинградки. Говорю же, собирали неоднократно подписи под петиции, писали много обращений, пока, естественно, добиться этого не удалось. Но у нас еще впереди 4 года, и мы не будем останавливать наши усилия. Мы уже хотим озеленить. Да. Предлагаем коллегам, особенно по Ленинградке, присоединиться к нашему обращению петиции. Знаете, очень много всего, что происходит, вот просто миллион всяких проектов, поэтому неизвестно о чем рассказывать, да. Ну, если я... Здесь же какой-то вот, во что уцепился, и в чем-то делать. Нет, я уцепляюсь, у меня очень много чего, во что я уцепилась, и что я делаю. Но очень важно, понимаете, самое важное, чтобы граждане изменили свое отношение к своей собственной жизни и к политике. Вот это самое главное правило. Понимаете, местное исправление, это и есть тот пример, который позволяет гражданам понять, что вот политики близкого, что можно его схватить за руку, с ним можно поговорить, что вот есть такие-то права, что ты сам можешь стать своим лидером своего двора, своего дома. И я вот, самое главное, что мы делаем, это выращиваем лидеров местных на своих местах, домах. Вы просто сделали мне сейчас несказанный подарок, потому что я хочу вам задать последний вопрос, и это будет Блиц. Дорогие коллеги, муниципальные депутаты, кого из вас мы увидим в Мосгордуме, кто из нас будет будущим президентом России? И мэром Москвы. Так, я категорически против исполнительных должностей для себя. Я никогда не буду баллотиться ни в мэру Москвы, тем более в президента. Тем более, что я считаю, никакого президента в России с теми полномочиями быть не должно. В России должна быть парламентская республика. И поэтому, значит, какие президенты? Президентом будет такой человек, который будет ездить на саммиты и махать ручкой. Ну, естественно, я собираюсь сделать большую политическую карьеру, в том числе и не только на муниципальном уровне. Но это вы и так знаете, поэтому... Да, продолжайте признаваться в политических амбициях, пожалуйста. Мы про амбиции говорим? Да, мы говорим о том, кто кем хочет дальше заниматься в политике. Мне достаточно в итоге своей жизни занять должность федерального министра. А вот что этому будет предшествовать, я еще пока не готов ответить. Ну, слушайте, конечно, если я уже так... Уж так случилось, вопреки, честно скажу, моей воле, что я стал главным в какой-то момент. Глава муниципального округа это политическая должность, это высшее должностное лицо. Хотя и муниципального округа, но в Тверском районе, в районе, в состав которого входит... Кремль. Кремль, да. Я повторяю эту шутку, люблю повторять, что как избранное высшее должностное лицо в Кремле, да, которое имеет отношение к Кремлю, значит, я вот, наверное, говорю всегда третий после президента, после мэра. Ну, вот, наверное, да. Наверное, я третий. Хотя можно еще раз сказать, как второй, потому что... Вы будете вторым племеном? М? Вы будете вторым племеном? Я думаю, что я... Вы знаете, вот с Юлей я согласен, что исполнительная власть это достаточно сложно для меня, наверное, потому что я человек достаточно осторожный, а в органах исполнительной власти необходимо быстрое принятие решений и умение идти на риски. Быстро идти на риски. То есть быстро принимать решения и принимать на себя ответственность, риски, а значит, и ответственность. Это достаточно тяжело, может быть, это какие-то личностные качества, а может быть, ну, просто неизрелость, да, такая, некая неготовность к этому. Поэтому, конечно, я рассматриваю для себя политическую карьеру. Пока какая-то промежуточная точка это Государственная Дума. Есть другая промежуточная точка, Мосгордума, окончательно, там, на 100%. Прещения по Мосгордуме я еще не принял, но по Государственной Думе, если доживем, конечно, я буду баллотироваться, безусловно, для того, чтобы менять вот те вещи, о которых говорила Юля все это время, системные вещи, на уже на федеральном уровне, а не на городском. Хотя на городском был бы хороший опыт, как, ну, законотворческой работы, законотворческой деятельности, опыт аппаратной работы в органе законодательном, потому что очень сложно назвать муниципальный округ законодательным органом. Ну, и я бы тут не стал совсем исключать уже для себя должность мэра Москвы, потому что, вообще говоря, мэр Москвы, да, вообще мэр любого города, это лицо, лицо, высшее должностное лицо, да, то есть это не обязательно председатель правительства, просто у нас в Москве эти две должности совмещены. Это одновременно. И он, потому что. Ну и что? Субъектоведерация. А почему, а кто сказал, что в регионе должен быть, должен, ведь есть, например, и муниципалитеты, где глава администрации одновременно является главой района, муниципального, а есть муниципалитеты, где глава района и глава администрации район, которые... и глава администрации района. Да, к примеру, к примеру. да, к примеру, да. Поэтому, поэтому... Это способ еще добрать власти. Да, мэр города Москвы, это высшее должностное лицо, которое одновременно подписывает и законы города Москвы, он же подписывает и указы, он же подписывает и постановления правительства Москвы, то есть три фактически в одном, да, получается. Ну, то есть он, конечно, не законодательный орган. Сейчас, нынешне? Нынешне, нынешне. Эта система должна... Ну, да, нужно менять. С собой договориться. Ну, да. Мэр должен быть гарантом баланса интереса между законодательным органом Мосгородума, она не должна быть, вот ручной, как сейчас, да, и органом исполнительной власти. У него не должно быть столько полномочий. Просто не должно быть столько полномочий, вот о чем говорит Юля. Поэтому, в принципе, в таком контексте, когда полномочия будут распределены и сбалансированы, И в этом случае я вполне себя вижу в роли мэра этого прекрасного города, который я очень люблю. Мария, вы видите себя в роли мэра? Честно говоря, нет. Ну, как бы я вижу, наверное, какую-то свою перспективу, может быть, в политической карьере, но в роли мэра точно нет. А какой ветвь? В законодательном? Я думаю, что скорее в законодательном. Но с исполнительной властью у меня много внутренних противоречий на данный момент. Может быть, в какой-то момент это как-то, наверное, скоррелирует с моим внутренним состоянием, или я, может быть, по-другому начну думать, или, может быть, что-то изменится. Власть изменится. Может быть, да. Вот хотелось бы, чтобы изменилось, но пока как-то я... Возьмем. Слово забыть. Переволожим. Нет, изменится вот этот вопрос о том, о чем Юля говорит, к вопросу пересмотра вообще полномочий, распределения полномочий между исполнительной властью. И к вопросу изменения, ну, прям вот натурального изменения лиц. Да нет, это с лицами все. Но, наверное, как бы лица не поменяются, пока не изменятся. То есть пока вот как вот есть, да, все так же и будет вот это вот. То, что мы обсуждали в начале, там, то, что у нас главуправ, там, перетусовали, там, префекты, там, поменялись местами, там, с какими-то должностями из каких-то разных министерств, там, и так далее, да. То есть глобально вот этот вот какой-то компот, в нем варится, да, вот мы половину зачерпнули, там, ну, там вылили его, а потом еще второй раз, а там все те же фрукты. То есть вот, может быть, если, как бы, да, может быть, местность компота станет в кисель, там, или что-то там другое. С косточками, главное, которые застревают в горле. А так, наверное, это законодательное. Анна, как вам должность вице-спикера Московского дома, например? Ну, честно говоря, я не думала о таких должностей, и я бы так сказала, что мои амбиции сейчас, это добиться системных, именно системных изменений, хотя бы на нашем муниципальном уровне. И те, кто хоть немножко прикоснулся к существующему положению дел в системе, понимают, насколько это амбициозный план. Ну, для этого же надо выше забраться, нет? Да, невозможно, на этом могут быть что-то системные изменения. Для этого нужно, чтобы у нас были независимые депутаты не только в муниципальных советах, но и в Мосгордуме. И изменить систему, изменить структуру исполнительной власти. Ну, и, в принципе, если говорить о каких-то политических амбициях, то я думаю, что об этом можно будет говорить только, может быть, через 3-4 года, когда будет понятно, после нашего срока муниципального депутатства, какое будет состояние нашей исполнительной и других ветвей власти. Потому что то, что сейчас, конечно, эти восполнительные власти, это просто смысла особого не имеет, на мой взгляд. Ну, если с вашего позволения, я бы ответил на вопрос, как же она, власть сменится, так вдруг. На самом деле, я отвечу на него иезуитски, возвращаясь к самому первому вопросу, который прозвучал в нашей беседе. Отчего ребята, собственно, туда пошли, в это муниципальное депутатство? И, не знаю, как калерам, но я разговаривал с многим, для многих это справедливая история. Многие из нас пошли в муниципальные депутаты, потому что, пункт первый, они понимают, что этот сервант под названием власть рано или поздно грохнется. Грохнется с большим звоном. И пункт второй, что должны быть люди, которые понимают, как жизнь устроена, как она должна быть устроена, и просто надо быть готовым к тому, чтобы подхватить выпавшее знамя из рук ослабшего противника и начать строить жизнь в том контексте, как мы его видим, каким оно должно быть. Поэтому, когда мы говорим о законодательной власти, исполнительной, я лично для себя подразумеваю, что, конечно, исполнительная власть, потому что, как человек из бизнеса, мне проще принимать решение. Но это не эта исполнительная власть, это та исполнительная власть, которая должна быть, появиться на обломках вот этого. Для которой, видимо, нужно новое законодательство, по которому оно будет строиться. Я и многие депутаты, мы готовимся, то есть это определенная школа, мы готовимся к тому, чтобы сделать следующую ступеньку и начать, наконец, строить нашу Москву и нашу страну так, как она должна строиться. То есть работа в муниципалитете после работы за небольшие деньги – это школа, может быть, школа и политического лидерства? Это не только школа политического лидерства, надо еще понимать, вот в моем представлении о прекрасном муниципальном уровне является самым главным уровнем организации государства, самым главным. То есть, на самом деле, должен быть, да. Ну, понятно, в целевой модели. Да, то есть, Харти, место с управлением, говорит, что максимум публичных полномочий должно быть сосредоточено максимально близко к человеку. Даже не к народу, а к конкретному человеку. Поэтому надо максимальное возможное количество муниципальных полномочий и уже туда отдавать то, что нам, не знаю, ядерные боеголовки, да, вряд ли может содержать. Или в службе безопасности, ну, милицию или там полицию может содержать муниципально, может, школа, может, может, образовав медицину на каком-то уровне, может, может. Поэтому все это нужно, поэтому местное самоправление, но мы еще своим примером показываем, насколько это важно, насколько это правильно. И насколько правильно то, что человек может прийти и позвонить своему депутату по телефону. Вот в этом газете, наверное, на вас пять на телефон указанных, вот все звонят. Коллеги, большое спасибо за интересный разговор. И мы до себя рассказали много нового.